Сегодня покажу вам на примере Bebop Gum, как мы отрабатываем начало фразы на слабую долю. Я также объясню вам, какие ноты должны приходить на сильную долю. На примере трех диатонических вариантов. На прошлом уроке я показал, как мы можем начинать фразу на слабую долю. Если вы еще не посмотрели, то зайдите, посмотрите. Все, что нам нужно знать, это как обыгрывать доминанту и тонику. Начнем с доминанты. Что нам нужно знать о доминанте? В первую очередь, от какой ноты она строится и какие ноты в нее входят. Вот эти ноты, аккордовые ноты, это будут наши опорные ноты, которые будут приходить на сильную долю. Посмотрим доминанту в тональности до мажор. Это будет соль, септ. Аккордовые ноты у нас будут соль, си, ре, фа. Нам нужно играть Bebop Gum так, чтобы аккордовые звуки приходили на сильную долю. Но при этом мы будем начинать фразу на слабую долю. Как бы подходить к этой сильной доле, подходить к этой аккордовой ноте. Первый вариант мы играем на 4 и. Раз, два, три. Второй вариант мы играем на 4 и. Раз, два, три. Третий вариант мы играем на 3 и. Раз, два. Если вы обратили внимание, я играл Bebop Gum на сильную долю. Но при этом я начинал фразу на слабую долю. Но всегда аккордовые звуки приходили на сильную долю. То есть, это такое правило. Если ты играешь Bebop Gum начиная от аккордового звука, у вас всегда на сильную долю будет приходить аккордовый звук. Это нужно всегда держать в голове, запомнить. Таким образом мы занимаемся над каждым аккордовым звуком. То есть, начиная гамму от каждого аккордового звука. То есть, мы сыграли от соль, потом мы занимаемся вот этой фразировкой, чтобы на сильную долю у нас была нота фа. То есть, да, седьмая ступень. Потом пятая, ре и третья си. В этом PDF, который вы сможете приобрести на моем сайте, вы найдете все эти варианты. Плюс дополнительные пару вариантов. Еще один пример, как мы можем играть Bebop Gum, используя подход из-за такта. На этот раз мы возьмем пятую ступень в доминанте. То есть, будет нота ре, как сильная доля. Но игра на слабую долю из-за такта будет такой же. Раз, два, три. Раз, два. Раз, два. Когда играете это упражнение, следите за каждой нотой. Следите за тем, какая нота приходит на сильную долю, какая на слабую. И именно какая это шестая, пятая, третья. То есть, вам нужно хорошо развить вот это мышление ступенями. Играя это упражнение, вам станет гораздо легче ориентироваться во время игры. С какой ноты вы начинаете, в какую приходите, слабая доля, сильная доля. И вам потом будет легче связывать вот эти все гаммы, аккорды. Ну, то есть, это будет очень быстро у вас в голове происходить этот процесс. Поначалу нужно медленно это делать. Вот таким вот образом. Но это только первый этап, диатонический. Также у нас есть хроматический подход, ритмический подход через триоль. Об этом всем я вам покажу в следующих уроках. Спасибо за просмотр. Если вам понравилось, подписывайтесь на канал. Увидимся на следующем уроке.